Ферстаппина. Сейчас только начался его первый и, может быть, последний быстрый круг. Рикьярдо также показывается из боксов, но ему еще надо будет целый прогрев пройти. По максимальной скорости Хорианта продолжает, хотя после первого сегмента уже Мейнера нет. Мейнер так и не может выйти пока во второй. Если бы по тем правилам, когда не топ-17, а топ-16, да, это прошел бы Верляйн, но тогда отсеивались 7 человек, а не 6, по ходу, первого сегмента, и он не прошел во второй. Так или иначе, максимальная скорость, которой сессии подряд по ходу этого уикенда, остается за скромным Мейнером. Здесь и Алекс Роси впервые в качестве их запасного пилота присутствует. Помним, что он был назначен, но выступал в Индикаре, и совпадали все даты. Здесь свободно, и Росберг ошибается. Росберг ошибается, а первые два сектора у него были замечательные, с превышением. Так что мы увидели бы время быстрее, чем 1.35.337, я уверен, которое он показал по ходу второго сегмента, но сейчас не увидим, и временем Поула останется скорее всего 35.417, которые он успел здесь показать в третьем. Вот, пожалуйста, первые два сектора этого круга, который мог стать рекордным для Сочи Автодрома, а в итоге рекордным пока является его круг во втором сегменте. Очень красиво мы видим, как здесь работает подвеска, как работает шасси. Вообще потрясающее качество. Напоминаю, что и Матч ТВ, и Матч ТВ-арена вы можете смотреть в формате высокой четкости. Ну и также следить за трансляциями на сайте Матч ТВ или на сайте Спортбоксов. Так, Росберг в боксах. Росберг больше не участвует в борьбе за Поул. Но сейчас вдруг Феррари найдет какие-то магические настройки и все-таки сможет с ним побороться. Скорее поборется с Вильямсами за место в первом ряду. Пока оно у Феттеля. Фотос не так и далек. Менее трех десяток секунд. Дальше Райкань. Еще ближе. Масса теоретически может прибавить. Не так и далеко Рикьярда. Но Фетт далековато и у Фетта главная цель это постараться все-таки Дэна опередить. Пока по чистой скорости три раза австралиец был впереди россиянина. У нас, напомню, что уже счет установился еще до начала третьего сегмента. Ба. Туаро-Росса. 3-1 повел Ферстаппену Саенса. Баттон впервые смог у партнеров выиграть. До этого один раз Ван Дорну проиграл. Два раза проиграл Алонс. И вот, наконец-то, теперь у него становится 2-1 с ним. Ну и Грожан Гутиерас здесь без сюрпризов. 4-0. Нам показывают Ботаса, который борется с отсечками. Причем не так и много. 185 тысячных. Почему? Его же не по Петтулю ведут, а по Росбергу. Но, опять-таки, первый сектор достаточно короткий. Так вот, 4-0 уже в паре Грожан Гутиерас. Что касается Хюлькинберг-Перес, то Чека вышел дальше. И таким образом уже повел 3-1, что достаточно удивительно. Что касается Хэмилтона и Росберга, здесь 2-2. Один не выехал, другой ошибся на второй попытке, но показал супервремя на первой. И остается вот три пары, где реальное сражение. Феррари, Вильямс и Рэдбул. Рэдбул, и все это будет уже после клетчатого флага. Бьюис сказал, что у него точно такая же была проблема, когда он внезапно потерял мощность из-за генератора, как это уже у него было в Китае. Так что вроде бы решили эту проблему без замены узлов, но, может быть, лучше бы их сменили. Или алгоритм управления, я не знаю. Наверное, Мерсадесу предстоит подумать над некоторыми вещами, потому что так терять время нельзя. Тем временем, Ботас, первый из вот всей этой группы под клетчатый флаг. Без улучшения своего времени. Только 3 на третьем секторе он превзошел свой собственный предыдущий результат. А Кимми идет с забережением по итогам первых двух секторов. Так что сейчас очень серьезно. Он может временно выйти на первый ряд. Нет, вы посмотрите-ка. Есть улучшение времени, но третий сектор как раз у Кимми чуть медленнее. И в итоге он не прошел ни Фетеля, ни Ботаса. Масса не опережает ни того, ни другого. Перес под клетчатым флагом. Впереди Квята. Между ними Рикьярда. Ферстаппин заканчивает на девятом и последнем месте, если не считать Льюиса. Итак, у нас Фетель, Рикьярда и Квят еще на трассе. Все идут с улучшением своих графиков. Себастьян, Фетель есть улучшение 0.7 от Розберга. Но все равно это остается очень и очень приличным. Новый двигатель здесь не дал того, на что они надеялись. Как крылья, да? Все нормально. Там, знаете, своя лига, свои разговоры, свои настройки. Пока всерьез никто им не бросил. Перчатки. Рикьярда без улучшения 1.7. Это шанс для Квята. Это шанс для Дани Квята. Но не было улучшения у него ни на первом, ни на втором секторе. И боюсь, что не будет и сейчас. Уж слишком большое там было отставание по итогам секторов. Так что остается он, скорее всего, восьмым на стартовой решетке. Продолжение следует...